И каждый заключенный в СИЗО имеет право на два социальных свидания в месяц. Поскольку она сейчас, Саша, не осужденная, а арестованная, то у них есть право на срок до двух свиданий. Но все свидания, и с кем они выдаются, только согласие следователя. Вот так вот. Светлана, давайте с ней формируем. А? Против войны. Да-да-да. Девочка, единственная, в Питере первая, которая против войны выступила, развесила ценники, ее арестовали, вот сегодня апелляция на арест. А это все, а группа поддержки? Это группа поддержки телевидения, приставы, вот от кого-то, блин, нервно. Слышите. Это очень странно. А я с передачей ознакомлюсь. Все чувствую, очень жутко все, что происходит. Как-то совсем жутко. Я просто слышу, я просто узнала, по фотографии, что у меня знаком. Ну, просто сказать, что мы вместе. Люди сами, пока еще мы были в суде, завели телеграм-канал и отдали мне админские права. Это же не я его создал, а что он сам собой зародился. Из моего всякого участия. А что, слушатели у нас не участники процесса? С какого-то вы? Слушатели есть участники процесса. Стороны, я имею в виду адвоката. А, вы стороны не имели в виду? Свидетелей и обвинения. Хорошо, объявили, что закрыли процесс? Да, я вышла, объявила. Да, супер. И ты при этом даже не присутствуешь лично. Я считаю, что тут те, кому страшно, а мне нет. Безусловно, я думаю, что любой способ жизни и способ существования, кроме заключения по справе. И если уважаемый суд, в конце концов, решили, что мои деяния заслужили, даетесь по наказанию, по увеличению свободы на 10 лет, я понимаю это. Эссистентом Российской Федерации 24-й правилославного ГУНР принято решение о пройдении специальной военной операции с целью защиты людей, проживающих на территории ДНЛ и ЛНР. Скочилянка Александра Юрьевна в период с 21 часа 25 минут по 21 часа 46 минут, находясь в помещении торгового зала магазина розничной торговой, туристов и стилов, остальные крепления товарных предников, больше базового магазина. Не менее пяти листов бумаги, имитирующих товарные цельники с текстом. Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, и около 400 человек прятались мне до обстрела. Арестована художница и музыкантка из Петербурга Саша Скачилянка. С находится за решеткой по делу о фейках. Подменила ценники в магазине. Художница грозит 10 лет тюрьмы. Слова о действиях вооруженных сил РФ в Мариуполе и определить... За высказывания, расходящиеся с официальными сводками Минобороны, теперь можно получить 10 лет колоний. На время следствия как особо опасного преступника. Решение боевой работы по освобождению Мариуполя, это успех, и храбан возойдет. Это действительно освободительная специальность. Смехоперацию можно будет считать завершенной, только когда не будет нигде территории, именуемой независимой Украиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, это тупо, это тупо солидарности вообще. Тупая солидарность вообще. Зачем-то именно и Саша хотят сделать. С того самого, как ладку, еще нет. Все деньги, как-то, все заработают. Все, что мы сможем заработать, когда дадим лень на передачке, вот, на адвоката. То есть, старайтесь как бы помочь. Я не знаю, что это такое. Честно говоря, я надеюсь, что внутренних врагов начнут искать гораздо сложнее. Общественную петицию с требованием изменить меру пресечения для Скочеленко подписали больше сотни тысяч человек. Они открыли народный сбор средств на поддержку и ее существо, как она есть, и тоталитарная машина, эти две точки движения. Это называется, что еще книжка «Депрессия», это правда была, ну, супер-хип-антернаетик на меру пресечения, как нахождение под стражей в случае сожжения. Я просто не буду. Я преподаватель, филолог. Кандидат наук, уверен, что она была просто в шоке. Она хотела что-то сделать, чтобы остановить. Выкладываем богостер. Пока что да. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть ультрапастеризованные йогурты, которые без холодильника хранятся. Может быть, как-то без бланка можно передать до прихода ночведа? Нет, передать нельзя, потому что это все досматривается. Это скоропортящиеся. Они вот в том-то и дело, что они без холодильника могут полгода храниться, и специально такие взяла. После вскрытия они могут храниться, не более этого. Вот специальные безглютеновые, без пшеничной муки в составе. Не принимаются. Слушайте, а как он так не подписал? Он просто мне обещал, глядя в глаза. Понимаете, он, может быть, написал это сам, но начальник не подписал. Сухое молоко. Сахар. Так, Александра просила ей ведро передать. Оно тут не пройдет. А может, как-нибудь, не знаю. Ну как, я по-другому никак не знаю. А к вам больше не попасть? Она просто очень-очень просила для стирки одежды. Тазик приносите, который тут мне. А к вам больше не попасть? Мне кажется, не прошел бы. Прошел бы. Ну, другое, а вот здесь не попасть. Да? Ай-яй-яй. Попробуй, а что она сожмется? Не вообще, не знаю. Нет, не попасть здесь. Попасть здесь. Попасть здесь. Понятно. Там очень грустно. И смотреть на Сашу тоже очень больно. В ее камере сейчас находится 18 человек. И она находится в том состоянии, что ей даже нельзя без разрешения сесть на всю-то кровать. Так как ее кровать находится на втором этаже. И есть такое правило, что ей нельзя ей пользоваться. Только в ночное время. Единственное, что ей помогает, это бумага, ручка, карандаши. Но карандаши говорят, что при первом же обыске у нее их отнимут. Так как разрешается только черная гелевая ручка, а цветные карандаши... Она говорит о том, что там довольно холодно, так как постоянно открыто окно. Так как все соседи, которые там находятся, очень боятся, что будут пахнуть едой, пахнуть туалетом. Так как туалет у них прямо в камере на 18 человек. Там даже не разрешают ходить в туалет небольшое утро, чтобы не портить воздух. И это довольно странно. И вот такие вот странные правила, ну, я не представляю. Я не представляю, как можно после этого просто, ну, быть и таким же, который ты был до этого. Даже мне сейчас сложно, мне, не знаю, после каждой такой встречи с своими доверителями, мне просто не хочется верить. Мне как будто бы стыдно. С нами Запад воюет. В результате ударов уничтожено до 130 националитах. И не будет проводиться и дополнительные мейзористры террористов. Готовят очередную провокацию для обвинения о России в якобы массовых убийствах между жителями в Киевской области. Украина страна террористов. Мы же не американцы, ребят, мы гуманисты, мы ее вилет. Возьмем Киев. 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 Вот мы хлопаем. Мы хлопаем. Мы не надо хлопать. Вы тоже рассмотрим их быстро. Не надо хлопать. с этого момента да а саша обещали предоставить безглютеновую диету но она сообщила через адвоката что безглютеновая еда дается через раз после того как саша поезд она чувствует сильные боли в животе тошноту целиаке это серьезное заболевание у саша может развиться остеопороз аниме и онкология никита это сын муж я на пинчук про который эти рассказывать приятно если какой-то вопрос по сезоне 7 месяцев я каждый раз я даже приходя на суд я не понимаю что 100 процентов и не отпустят я продолжаю верить это на первых судах богу валялся приводит что я неверующий человек секундиста был гаймок мальтис Когда соприкасаешься с этой системой, просто перестаешь чувствовать себя человеком, если честно, кем-то, кто обладает достоинством. Нет, я имею в виду, на оглашение запустят. Что, это же оглашение? О, господи. Забыли. Я люблю тебя, я такая, я люблю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Подсудимая добровольно с целью поддержания деятельности формирования решила оказать помощь путем предоставления продуктов питания. Суд приговорил признать лишения. Лишения слады. Сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, спасибо от лица Саше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования уничтожено более 170 националитов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Оперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наш адвокат предоставил запрос, чтобы к Саше пустили врача-психотерапевта, и ему пока не получили ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто я еще не видел такого запроса. Не видели даже его, да? В тюрьме у художницы ухудшилось состояние здоровья. Удалили зуб, воспалился лимфоузел. Стреляли каждый день перестеливаться. Отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию. Деревянный скид расстреливали. Кольцо вокруг Северодонецка сомкнулось. Ты сожжешься, давай. Я могу рассказать, что произошло. Она твоя давняя подруга, она ехала тебя поддержать. Как ты мог заманить ее в ловушку? Они замели болгар. То есть я был как бы не открыт, я такие, как, подождать, пока не ее выглядели. Они вошли. Сложилась такая глупая ситуация. На ноте остался открыт телеграм. Саша мне звонила, и они не дали мне ответить на телеграмму. И снова с моего нота с Сашей общался с ягодом. Они поначалу расслабляли меня, как, возможно, расслабляли. Что это у меня дома на моем принтере, если я печатаю. Я так и на стеремонии. Это невозможно было доказать, потому что это... А ты видишь, что тебе кажется, что им нужны какие-то очевидные правильные доказательства? То есть они всем своим людям... Ну, они же не сделали меня с Саучниковым, хотя мы же его ответили. Нет, я сделал это. Или Леша, хотя он лучше друг Саши. Нет, я сделал это. Получается, ты решил спасти себя в моей жизни Саши? Я решил спасти себя, но я не видел, что я мог сделать что-то для Саши. Я не знал, что сделать. Ты мог предупредить. Одно сообщение. Просто одно сообщение. Она же не хотела тебе помочь. Теперь ты на свободе, а Саша мучается в тюрьме. И, возможно, будет мучаться еще 10 лет. Я вообще не знала, вижу, что я ее когда-нибудь... Потому что с ее здоровьем большая беда. Она может умереть из-за вас. Свидетель Белозеров. Алексей Белозеров. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. Час грусти и печали, ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Чисто по-человечески мне показалось, что выслушали, хотя бы не, как обычно, судьи, не укропавшие свои бумаги. И это не ступническое. Детя. Охота не надо? Какая мы-то вы видите. Ходатайство следователя является незаконным и необоснованным. И продвение такой строгой меры пресечения, оно ничем не обусловлено. Арестованную по делу о фейках про армию художница Скочеленко следовательно направила на психиатрическую экспертизу. Ожидается, что она займет около трех недель. Два месяца в СИЗО. Скочеленко снова испытывает трудности с едой. Сокамерницу запрещали Саше самой открывать холодильник. 28 июня по подобным делам по статье 207.3 в стране заведено 11 административных дел. Два уголовных. Ракетными войсками и артиллерией поражен. 51 пункт управления ВСУ. 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Международная правозащитная организация Амнистия Интернешнл признала Сашу кузницей совести и потребовала немедленно и безговорочно освободить ее. Саша, уже вывели? Саша, привет. Привет, дорогая. Ты нас слышишь? Я не знаю. Заседание будет закрытым, поэтому мы зайдем только когда нас вызовут свидетельство. Я так рада вас видеть. А мы тебя. Судья разрешил поснимать и поговорить с тобой до начала процесса. Чего себе? Судья, я так рада, что ты пришла. Я всегда прихожу. Судья, как ты? Я очень рада тебя видеть. Я очень скучаю по тебе, но я стараюсь держаться. Видишь, много людей пришло тебя поснимать. Тебе очень идет в докладе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что прислали на меня качели. Я хочу слову, что вы не заблудованы. По колокольным делам в сотни раз страшнее, чем у тебя. Люди уходят на свободе. Ты, как и самый опасный преступник, находишься в октябрях. Останавливается в октябрях. Да, да. А меньше ты, как он может получить побольше. Побольше? Да. Останавливается в октябрях. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . . . . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . 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 Угу. . Угу. . Это уже как на эшафоте. Ну отлично. Все. Конечно. Ляша видишь это? Ляша. Он боролся за правду. Я всю жизнь борюсь. Саша привет. Соня не очень себя чувствует сегодня. Она там подняла дозировку очередной раз. И поэтому ее нету. Но она передает естественно тебе привет. И все такое. А? Нет. Все нормально. Она просто спит. Граждане. На выход. Закрытая заседание. Слушайте. Уважаемые господа. Давайте будем так. Пока не будет оглашено постановление суда. Никто не будет ничего покидать. Еще не объявлено. Пусть суд начнет. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант. Карпученко АА. Не трогайте меня. Почему? У нас было открытое заседание. Почему? На свидании не увидят. Я не увидел. Тем самым, я не увидел. Я не увидел. Поддерживаю абсолютность процесса. И чтобы разрешалась видео и фотосъемка. Поскольку не побоюсь это слово. Процесс этот мирового уровня. И естественно мировая общественность должна знать, что здесь происходит. Ваша честь. Уважаемый суд. Вопрос номер один. Меня обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации и исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, совершенные по мотивам политической ненависти и вражды. В связи с этим прошу разъяснить, что конкретно имеет в виду обвинительная власть. В чем именно выразилась моя политическая ненависть к политическим личностям или политическим общностям. 9 марта 2022 года президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, распорядился провести проверку и найти виновных по отправке военнослужащих срочников в Украине. Получается, что сведения о нахождении российских срочников в Украине подключены президентом Российской Федерации. А уголовное преследование меня за распространение факта, призванного президентом, продолжается. Вопрос номер 4. Касательно текста начинающегося призыва «Остановите войну». В чем именно состоят претензии государства ко мне? Вопрос номер 5. Касательно текста о разрушении художественной школы в Мариевре. Что именно, по мнению обвинительной власти, рассматривается в качестве моего преступного проявления против общественной безопасности? От чего именно мне следует защищаться? От утверждения о том, что Путин врет нам с экранов телевизора в 20 лет? Или от высказанного мною оценочного суждения, что итогом этого же стала наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти? Я полностью не признаю вину в том, что я распространяла заведомо ложную информацию. Считаю необходимым обратить внимание суда на то, что текст, предъявленный вне обвинения, страдает серьезными несоответствиями общепринятым нормам русского языка и законом формальной луны. Ваша честь, задумайте в отношении какой-либо социальной группы. Вы столько месяцев расследовали дело, так и не установили какой и и у вас ходила в наглости в обвинение записать какой-либо. А вот какую захотите, ваш честь, то и возьмите. В таком виде невозможно совершенно вынести как угодно приговор, чтобы не опозориться, чтобы не опозорить российское православие. Вот вам, как судно, нужно подумать об этом. Покиньте зал. Граждане зал, покиньте. Только замешать, работайте. Зал, я пройду. Ну ладно, господа, до 20 января. Почленка вошла в список ВИБИСИ 100 женщин 2020 года. В Петербурге состоится один. Сатанинские выродки, бессы, они враги. В определенной степени пацифизм во время войны тоже должен быть наказан. А уж отцы воюют, а дети в армию говорят, пустите. Вся сторона должна встать на войну. Очень важно, чтобы много людей знать об этом. И тогда больше людей знать об этом, и больше помощи. Да, да. Но вы не знаете, что это не встает? Нет, не встает. А если я министик, я не встаю? Да, мы не встаю. Есть депутат. Он не дает свидетельство. Звонки тоже не дает. Хорошо, хоть письма можно писать. Это формула бы не меня на всем письмо. Да, да. Пожалуйста, становись рядом. Пожалуйста, отойдите от решетки чуть-чуть. Можно? Спасибо большое. Давайте. Пропустите еще одну. Давай, как-то говорите. Разговариваем мы с тобой. Увлечен. Чуть-чуть можно вас попросить? Не обратите сейчас, пожалуйста. Так вы боитесь, что и у вас, то скажу нам. Не бойтесь. Я даже не знал, что у нас в стране осталось столько независимых журналистов. Мне казалось, что их один-два. Молодой чем, можно? Спасибо. Дальше можно? Да, да, да. Пока сейчас конца, пока это отказали. И у нас с Сони, мы целиком? Нет, у нас с Сони. Молодой, что-то видит сеть. Ребята. Среди информации у нас допущены. Да, в качестве зрителей. Так, участники протеста. Еще уже повторюсь, личность у нас. Среди информации у нас на раннем теле, имеются данные. Получив достоверную информацию о событиях первых дней СОО, для простых российских граждан, к числу которых я отношусь к себя, было практически невозможно. Одним из основных способов информирования граждан о важных общественно-политических событиях, на протяжении многих лет традиционно выступала цедальная телевизор. Как было установлено материалом уголовного дела, в моей квартире не было телевизора. И полностью поддерживаю заявленное ходатайство о возвращении дела прокурору. Да, и, конечно, полностью поддерживаю ходатайство об измельчении моей меры пресечения на домашний арест. Что касается возвращения нового дела прокурора, ходатай без беззащиты, дополнили несколько, содержащие оскорбления с того, суда прокурора, поддумки двористого расследования и элементы шахтажа суда, конечно, они тоже являются основными изменениями меры пресечения. Ну, шанс на то, что дело не вернут, но меру пресечения изменят, или дело вернут и меру пресечения изменят, сейчас, ну, можно оценивать как реалистичной. На самом деле, она угрожительность процедурала. Суд должен участвовать в процессе, в счет материала, делать рекорд в следующем уровне. Новое договорное новое, что нужно находиться не является основанием для обеспечения уголовного дела прокурора. Все заслужили лужу, суд не на пути законного основания для изменения меры пресечения нового дела с лежания и постража. Прошу всех. Прокурор сказал, что у нее закончился рабочий день. Представить никаких заказательств сегодня она не может. Ей вообще не дали никакого сухого пайка с собой, поэтому весь день Саша находится в голове. В убедении написано, что она имеет ненависть. Кому ненависть, в связи с чем, по каким мотивам абсолютно непонятно. А все, кто хочет, может получить письменные показания, Саша. Особенно те, кто не присутствовал в зале. Пожалуйста, берите. Все, кто желает. Ух ты! После установки в камерах видеонаблюдения Саше стали делать замечания за дневной сон. Ее сонливость вызвана проблемами с сердцем. Саше пригрозили написать мне рапорт или даже поместить ее в карцер. Саша грустно шутит, мол, так и представляет себе заголовки газет «Карцер за дневной сон». Посоветую укропам. Сдавайтесь. Все ваши грехи выверзнут в наших гулагах. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать. Бессмертными героями или бесславными предателями. Которые на передовой, для них нет вопросов, почему они там находятся, с кем они воюют. Они воюют с немцами. И для них не важно, какой это немцы национальности из какой они страны. Это вукро-нацисты, это поляки. У нас как-то часть общества так и не может понять, что война-то на самом деле идет священная. И война-то идет отечественная. Субтитры создавал DimaTorzok